В Центральном парке культуры и отдыха появилась современная скейт-площадка. Для любителей катания на велосипедах, роликах и самокатах здесь созданы все условия. На открытии работали мои коллеги. Территория для экстремальных видов спорта в Люберецком парке была создана давно. У скейтбордистов площадка пользовалась популярностью и летом, и зимой. И со временем пришла в негодность. Год назад мы здесь были. И ребята наши, молодые экстремалы, любители этого вида спорта просили модернизировать то, что здесь стояло, если это можно было назвать площадкой, деревянная конструкция на металлокаркасе. И, безусловно, на ней безопасно заниматься было нельзя. И их пожелания мы учли в народной программе партии «Егена России». Работы по обустройству скейт-парка провели в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды». Благодаря освещению, установленному по периметру площадки в 1300 квадратных метров, кататься можно в любое время. Мы желаем вам, конечно же, каждому стать профессиональным спортсменом. Кто выберет скейт, кто выберет велосипед, кто выберет самокат – это все на ваше усмотрение. Занимайтесь спортом, будьте активны. Двукратный чемпион России по самокату Дмитрий Фазолов одним из первых проехал по трассе, на которой велосипедисты и любители самокатов будут оттачивать мастерство исполнения трюков. Я полный ощущений, много эмоций. Я очень рад, что экстремальный спорт развивается абсолютно во всех регионах Московской области. И эта площадка не исключение. Площадка, наверное, станет одним из центров, пиком, где люди и самые крутые райдеры, и даже самые начинающие собираются и тренируются. Экстремальные виды спорта все больше становятся популярными у подрастающего поколения. Андрей Качкар в шесть лет освоил самокат, а два года назад увлекся велоспортом. Очень хороший скейтпарк. В принципе, долго ждал открытия, только постоянно переносили. А так хорошо очень. Ну, скейтпарк, кстати, неплохой. Пам-трех хороший, пул тоже классный. Вылеты есть, все хорошо, мне нравится, в принципе. В следующем году в Люберцах откроют еще одну площадку для любителей экстремального спорта. Ее оборудуют в Наташинском парке. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.